Российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и бить артиллерией по приграничным регионам Украины. Так, в частности, за последние сутки больше всего обстрелов было в Сумской и Черниговской областях. По данным Генштаба, известно минимум о пяти авиационных ударах с применением 11 управляемых авиационных бомб. Тем временем на фронте, в частности на Лиманском направлении, захватчики атаковали в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки. Противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск и на Северском плацдарме. Однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Ивана Дарьевки россияне тщетно пытались потеснить украинские подразделения. Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении. Оно стало одним из самых напряженных на фронте. Армия РФ пыталась продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. «Курахово – это ключ к упомянутому вами Угледару. Если посмотреть на карту, то увидите, что Угледар – это как бы стратегическая позиция Украины. Угледар позволяет держать под контролем и угрожать постоянно такому очень важному коммуникационному узлу, как Волноваха. И поэтому для противника критически важно выбить наши подразделения из Угледар. В общем-то, здесь они пытаются решить двоякую цель, то есть продвинуться в районе Курахово и захватить энергогенерирующее предприятие, создать нависание над Угледаром и или прорваться и окружить украинские войска под Угледаром, или заставить их таким способом отойти». Ситуация на Покровском направлении также остается одной из самых напряженных. Там за минувшие сутки захватчики атаковали позиции сил обороны Украины 61 раз, сообщает генеральный штаб ВСУ. Тем не менее, силам обороны Украины удалось восстановить ранее утраченные позиции под Покровском, и ВСУ, вероятно, продолжают продвигаться на Курском направлении. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. Так, опубликованные 2 сентября геолокационные кадры указывают на то, что силы обороны Украины вернули позиции на юго-западе Новогродовки, это юго-восточнее Покровска. «Мы задерживаем продвижение противника, в данном случае мы не допускаем прорыва противника, нанося ему поражение, и отбивает позиции, которые противнику удалось захватить. Это как бы контратакующие действия украинских сил обороны, которые позволяют нам достаточно успешно удерживать противника и не допускать его прорывов. И, в общем-то, это тоже один из элементов, почему противник пытается, не получив должного результата в районе Новогродовки, атаковать нас в районе Курахова». Украинские военные начали использовать на фронте новые дроны «Драконы», которые выжигают территорию под собой с помощью термита. Так, бойцы 108-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнародовали видео применения беспилотника, который поливает огнем позиции российских оккупантов. Украинские военные придумали, как под стандартным FPV-дроном можно поместить около 500 граммов термитной смеси. Температура горения примерно 2500 градусов. В результате, как показывает видео, огненный дождь длится около 20 секунд, а вспыхивает лесополоса длиной около 100 метров. Сразу после применения термитной смеси на земле можно услышать взрывы. Вероятно, огонь распространился на боеприпасы россиян. Противник все еще имеет серьезное преимущество в артиллерийской компоненте. Все это не случайно. В последнее время противник достаточно часто использует артиллерийские системы 130-го калибра. Тут я должен напомнить нашей аудитории, что эти пушки выпускались в Советском Союзе в 50-е, 60-е годах минувшего столетия. Сейчас россияне снимают с долговременного хранения, приводят в порядок и отправляют на поле боя. Почему? Потому что партии артиллерийских боеприпасов 130-го калибра в последнее время активно поступают от правительства Северной Кореи, равно как и от правительства Исламской Республики Иран. 1390 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 620 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 7 российских танков, 27 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 43 БПЛА и поразили 35 единиц автомобильной спецтехники и цистерн с топливом.